В железнодорожном округе штурмовали квартиру душевно больной горожанки, которая грозила при помощи пропана взорвать пятиэтажный дом. Газовая плита в ее жилище действительно имеется, поэтому соседи отнеслись к словам проблемной горожанки вполне серьезно. Психолог МЧС разговаривает с женщиной через открытое окно. Горожанка выдвигает свои требования. Я должна это сделать заявление. Они не видят ничего. Где депутат Гаврилова от соседнего подъезда? Вы приведите эту депутат. Психолога из чрезвычайного ведомства логично сменяет медик, врач психиатрической бригады скорой помощи. Женщина вдруг бросается на него. Ради бога, вы слухой. Не надо. Я тебе скажу слово. Хватит. Как выяснилось, угроза взрыва в этом подъезде – дело практически житейское. Конфликт между хозяйкой и соседями длится уже два года. Нешуточная война разгорелась из-за своры дворняк, проживающий в ее квартире. Ее собаки воют. Она над ними издевается. Она их трубики просто выносит чемоданами, на помойку. Они там у нее сами по себе живут. Никогда на улицу не выходят. То есть запах, да? Ужасный. Выходить в подъезд собаки перестали после того, как обозленные жильцы дома заколотили входную дверь в квартиру женщины. Зато стали круглосуточно выть. Год назад, ну это, конечно, не санкционировано, но соседи, ну как бы того подъезда заварили ей дверь, поскольку ее собаки бросались на соседей, на детей. Они, как говорится, все свои испражнения делали в подъезде. Уже несколько месяцев хозяйка выходила на улицу через окно. Для этого приспособила стальную этажерку. А чтобы ее не украли, прикрутила к решетке проволокой. Женщину с трудом удерживают несколько мужчин. Самодельная лестница терпит крушение. Пожарные устанавливают свою. В квартиру проникают полицейские. Штурм жилища проводится с двух сторон. Пожарные пытаются открыть входную дверь. Изолировали ее люди добротно. Монтажной пеной заделали щели, чтобы из квартиры не доносились запахи. Бунтующую женщину удается извлечь раньше, через окно. Горожанку увозят в стационар. Представители Крайгаза перекрывают пропан, а жильцы решают выпустить запертых в туалете животных. О, здесь клетка. Прыгай, прыгай скорее. И там всего две. Две, что? В холодильнике, в холодильнике на кухне. А я там не вижу. Сейчас как выскочит, как выпрыгнет. Пойдут клочки по закоулочкам нету. Две собаки всего. Дворняги выходить из квартиры отказывались. Условия, в которых они жили, казались им вполне сносными. Взломанную дверь в квартиру заколотили обратно. Восстанавливать ее будет хозяйка, если женщину выпустят из больницы. Бывший учитель английского языка семьи не имеет. С места происшествия Анна Карпова, Александр Савчук.